Доброе утро, глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. В нашей повседневной практике... Так, сейчас я научусь здесь переключать. Павел Иванович, здесь какая кнопочка? Благодарю вас. В нашей постоянной практике мы встречаемся при выполнении бодискана с радионуклидной патологической феноменологией, которая не обусловлена опухолевым поражением. И это нас побудило сделать презентацию, которую мы смогли, для того, чтобы показать, с какими состояниями мы можем столкнуться, которые требуют необходимости дообследования больных. И как это просто, относительно, сделать в условиях радиоизотопной лаборатории, которая обладает гибридной технологией. Известно, что все современные остеотропные радиофармпапараты являются физиологическими метаболитами. Их включение в костную ткань напрямую зависит от тканевого костного обмена и его нарушений при различных заболеваниях и патологических состояниях, которые обусловляют в ту или иную степень изменение аккумуляции радиоиндикатора в различных скелетных локализациях. На практике это приводит к тому, что локальное повышение либо гемодинамики, либо остеопластики, либо остеолиза может приводить к появлению феноменов избыточного накопления или дефицитного накопления радиофармпепарата, симулирующего очаги, возникающие при новопластическом поражении. И планарная синтеграфия является скринингом и не является способом дифференциальной диагностики, но все выявленные очаги должны быть обязательно верифицированы рентгенологически, и применение гибридной технологии значительно упрощает эту задачу. С какой же патологией мы встречаемся, которая заставляет нас дифференцировать в ряде случаев ее с опухолевым поражением? Это дистрофические изменения, дегенеративные нарушения, травмы опорно-двигательного аппарата, воспалительные патологии, системные поражения и редкие генетические синдромы. А опухолевое поражение опорно-двигательного аппарата является нашей целью выявления, и в данный доклад мы его не включили. Итак, дифференциальная диагностика понятна, что метастатическое поражение имеет свои отличительные признаки, по которым врач-радиолог зачастую имеет возможность дифференцировать опухолевое поражение от неопухолю. Однако такие признаки могут встречаться и при разных состояниях, и не всегда обусловлено наличием опухоли и патологии. Одиночные очаги повышенной аккумуляции бывают очень сложны с точки зрения диагностики, и выраженная нейрализация, возникающая в ряде случаев, как результаты дистрофических, диспластических изменений, симулирует реактивное или патологическое костиобразование, характерное для метастатического поражения. Вот с чем нам приходится на практике сталкиваться? Ну вот первый, допустим, первый слайд, это асептический некроз. Вот это, да? Все, спасибо. Вот это, нет. Здесь первый слайд демонстрирует асептический некроз головки левой бедренной кости, здесь перелом поясничного позвонка, здесь фиброзная дисплазия, болезнь педжета, лобной кости, воспалительные изменения межпозвонкового хряща, и вот, как совсем редкое наблюдение, скажем, инфаркт правой бедренной кости. Вы согласитесь со мной, что все очаги выраженной гипераккумуляции РФП обязательно требуют дообследования, а с наличием онкологического анамнеза у данных больных, естественно, подозрение в первую очередь падает на то, что это опухолевое поражение. Существует феноменология множественного поражения костей, который также не исключает при наличии онкологического анамнеза или подозрения на него опухолевого поражения костей. Ну вот, в данном случае паратиреоидного стойдистрофия, особенно когда возникают еще и переломы скелетные. Здесь довольно часто, между прочим, встречающийся симптом Мари Бомбергера, особенно у больных раком легкого, который не может исключить также опухолевое поражение костей, с учетом того, что при раке легкого чаще всего имеется элитическая форма поражения. Ну и, естественно, там, допустим, посттравматические изменения, как вот здесь, наличие двух очагов различной локализации, оно при онкологической анамнезе, естественно, в первую очередь наталкивает нас на подозрение о метастатическом поражении. Итак, дегенеративно-дистрофические изменения или нарушения, как мы видим, вот на данном случае есть гипераккумуляция радиофарм препарата в области поясничного отдела позвоночника, и мы не знаем, чем она обусловлена. Естественно, мы должны дообследовать, и самым простым и легким путем является, не снимая человека со стола, провести гибридный эффект КТ, при которой мы видим четко проекцию этой гипераккумуляции на передние кривые астафиты, которые есть у этого больного, и именно этим обусловлена вот та феноменология, которую мы увидели на бодискане. Следующий пример. Очаг гипераккумуляции в области головки левой плечевой кости, которая при диагнозе рак молочной железы вполне себе не исключает наличие опухолопоражения. Однако при выполнении гибридной технологии мы видим характерный географический рисунок в месте гипераккумуляции радиофарм препарата, который является отражением асептического некроза головки плечевой кости, как следствие деформирующего остеоартроза. Ну, такой же пример, в общем, и бедренная кость. Мы видим ту же самую гипераккумуляцию и те же самые кистозные перерождения, причем они есть и справа, и слева, но слева они гораздо больше выражены. И это, кстати, одним из симптомов является того, что больному, скорее всего, понадобится скором оперативная замена тазобедренного сустава. Бывают у нас случаи, когда мы дообследуем больных, которые уже прошли диагностическую КТ рентгеновскую или МРТ. И рентгенологи проводят больным такое исследование и встречая одиночные, иногда и множественные очаги уплотнения костной системы, которые не дают им возможности исключить остеобластическое метастатическое поражение, посылают к нам на дообследование этих больных, которых мы берем на дообследование, проводим исследование и ставим на контроль. И вот в данном случае мы видим, что есть гипераккумуляция при отсутствии таковой при бодискане, она на самом деле незначительная, она там немного превышает уровень, здесь просто контрастность усилена, которая четко попадает на вот этот вот вколоченный остеобластический очаг во втором поясничном позвонке, примерно двухсантиметрового размера. И вот такая картина, она очень характерна для эностозов. Это очень крупный эностоз, они чаще всего бывают мельче. Дисплазии различного генеза. Итак, вот такая картина синтеграфическая, она нас, естественно, наталкивает на подозрение об обхулемом поражении костей таза. Проводя эффект КТ, мы видим смешанную перестройку костной структуры при компьютерной томографии с частичным склерозированием, частичной жировой инволюцией. Вот здесь вот очень хорошо видны, которая позволяет нам поставить диагноз болезнь Педжета. Воспалительные изменения. Ну вот то же самое, допустим, когда мы видим вот такую гипераккумуляцию в тазобедренном суставе, конечно, мы прежде всего думаем о том, что это какой-то исход деформирующего остеоартроза. Однако вот такая гипераккумуляция ниже, она не позволяет нам исключить какую-то картикальную реакцию на возможный интермедулярный метастаз. Почему бы нет? Но при выполнении эффект КТ мы видим вот такой вот могучий остеофит в области тазобедренного сустава, передней, краевой, а в области бедренной кости, находящейся на границе верхней и средней трети диафизы, мы видим, в общем, при отсутствии какого-то, какого-то ни было изменения картикального со стороны кости при рененовской компьютерной томографии, гипераккумуляции, которая, безусловно, связана с каким-то нежным картикалитом, который пока не проявляется никак рентгенологически. Возможно, это асептический переостит. Системные нарушения. Ну вот в качестве системных нарушений можно привести полиосальный форум и фиброзная дисплазия. И вы знаете, что фиброзная дисплазия имеет три варианта. Это моноассальная, полиосальная и полиосальная формы с эндокринологическими нарушениями. Вот на данном слайде представлено именно такое наблюдение. Когда больная пришла к нам в онкологический центр с подозрением на множественное поражение костей, мы провели ей бодискан и выявили в различных костных локализациях выраженные гипераккумуляции. Единственное, что нас насторожило, то, что поражение в основном одностороннее, то, что характерно как раз для фиброзной дисплазии. И проведя эффект КТ, мы выявили типичные перестройки, деформацию кости, грубую тробикулярную перестройку костей со вздутием иногда коркого слоя, усилением в объеме, и множественные зоны элитической деструкции, частично выполненные образованием мягкотканной плотности, окруженная склеротическим бодком и со вздутием истончением коркого слоя. Переломы различного генеза. В данном случае, конечно, опытный радиолог, даже не очень большим практическим опытом, может сказать, что эти синтеграммы характерны для травматического повреждения ребер. И будет совершенно прав. Но поскольку мы должны в этом убедиться, мы проводим эффект КТ, видим вот такие костные мозоли при репарации переломов, возникающие, которые четко нам подтверждают то подозрение, которое у нас возникло при бодискане. А вот при таких картинках, как здесь, мы, конечно, вынуждены обязательно дообследовать больного и видим, что, да, это поражение костей, но это поражение костей, вызванное переломом, который возник на фоне остеопороза. Мы видим характерное уплощение третьего поясничного позвонка с формированием вертоброплана и небольшими интраканальными костными отлонками даже. Ну, а вот такая сентиграмма может поставить в тупик любого радиолога. Когда мы видим у больного раком легкого множественное поражение костей в различных отделах, у нас, естественно, закрадывается только один вывод, что это метастатическое поражение. Однако это не так бывает. А бывает так, что это стресс-переломы, множественные, возникающие в различных отделах. Вообще вот тема стресс-переломов, она крайне интересна, крайне богата, и очень часто в онкологической практике возникают такие вещи уже после лечения, и чаще всего в костях таза. Но вот это наблюдение, я считаю, уникально, потому что это стресс-перелом и кошлевой одновременно, и, возможно, дистрофический тоже. Ну и редкие генетические заболевания, с которыми действительно не каждый врач в своей клинической практике может столкнуться. К таким генетическим заболеваниям относятся и системная красная волчанка, и некоторые другие. Но и вот такое редкое наблюдение – охороноз. Таких больных вообще в мире очень мало, а в России не больше никак 50. И тем не менее, значит, это заболевание, которое связано с нарушением межуточного обмена тирозина фенилаланин, в результате чего образуется избыток генетизиновой кислоты, которая в основном откладывается в хрящевой ткани. И вот эта гипераккумуляция, которую мы видим, она обусловлена не накоплением в костях, а накоплением в хрящевой ткани. Очень хорошо это видно на эффект КТ. Мы видим выраженный остеопороз даже на серии срезов, которые соответствуют радионуклидному исследованию. Вот мы видим провалы в области накоплений, в области позвонков, и гипераккумуляция в области межпозвонковых дисков. И, естественно, это подтверждается при компьютерной томографии. Позвонки абсолютно прозрачны, их почти не видно, а видно плотность практически костная в области хрящевой ткани. Ну и вот мы видим такие позвонки с выраженными остеофитами, с склерозированными и замикательными пластинками, что очень интересно, с задними краевыми остеофитами, интерканальными, которые очень характерны для именно вот этой патологии. И во многих позвонках тоже газосодержащие кисты. Ну и в заключении своей презентации я хотел бы сказать, что здесь написано, что радиология находится в процессе объединения суммы знаний. Она уже объединила эту сумму знаний и успешно этим пользуется. А вот развитие радионуклеидной диагностики будет определяться совершенствованием гибридных технологий с разработкой новых радиофармпрепаратов и новой аппаратуры, как, например, твердотельные датчики, которые уже сейчас входят в практику, но из-за их дороговизны, конечно, ограничивается их применение. И что вот особенно важно, в подготовке молодых кадров необходимы кардинальные идеологические и практические изменения, в подготовке их на гибридные рентгены радиоаппаратуре. Спасибо большое за внимание.